Скромная выставка MIMS Automobility Moscow, что заменила собой московский международный автосалон, стала местом российской премьеры автомобильной марки Saipa, прибывшей из дружественного Ирана. Это второй по величине иранский автозавод, который среди прочих моделей также выпускал Renault Logan первого поколения. Но после очередного ужесточения санкций французы оставили проект. В итоге основой гаммы стал седанчик Shahin. По габаритам ястреб, как переводится слово Shahin, напоминает вазовскую Весту. А в плане техники загадочный иранец представляет собой реинкарнацию Toyota Yaris образца 2005 года. Это откровенно дешёвая машина стоимостью около 700 тысяч рублей, которая, однако, располагает двумя подушками безопасности, антиблокировочной системой, кнопкой запуска двигателя и другими приятностями. Однако бюджетный статус виден практически повсеместно и в ультрадешёвых отделочных материалах, и в посредственном качестве сборки. Наши соотечественники успели отвыкнуть от подобного примитивизма. Полуторалитровый турбомотор собственного производства. Правда, с полутора литров рабочего объёма персидским мотористам удалось снять только лишь 110 лошадиных сил. Компанию-движку, кроме механической пятиступки, может составить вариатор. Интересно, что бесступенчатую трансмиссию концерну Сайпа поставляет именитая фирма Punch Powertrain, а сами агрегаты приходят из Бельгии. Ну как же тогда западные санкции? Иранцы готовы раскрыть тайну, оказав всем интересующимся платную консультацию. Между тем, в сети появилась информация, будто Сайпа планирует закупать моторы для собственных нужд на нашем автовазе. Якобы простые тольяттинские атмосферники нужны, чтобы возродить производство того самого Логана первой генерации. Источником слухов стало весьма авторитетное тегеранское издание Hodru Bank, которое сослалось на замминистра тамошнего Минпромторга. Якобы в Тегеране есть возможность варить кузова, делать шасси и собирать коробки передач, но нет подходящих двигателей. На самом деле национализированный Логан уже выпускается. В слегка перелицованном виде и под именем Сайпа Рено Парстон-Дар, о чём мы недавно уже рассказывали. Телеканал «Автоплюс» попросил представителей марки прокомментировать ситуацию. И те оказались категоричны. У компании имеется собственный моторный завод, где выпускаются атмосферные и турбированные агрегаты. Соответственно, Сайпа готова предложить свою продукцию российским автопроизводителям, но совершенно точно не планирует покупать чужие движки. А значит, об экспорте ВАЗовских моторов на Ближний Восток можно даже не мечтать.